В этом видео основное внимание уделим правильной работе и использованию трансмиссии. Данный трактор имеет 4 ручки управления трансмиссией. С правой стороны водительского сидения находится главная ручка переключения передач, которая имеет 4 положения – первую, вторую, третью и четвертую. Ручка переключения диапазонов скорости, которая имеет от 2 до 4 диапазонов, в зависимости от модели трактора. Ручка переключения ползучей передачи с двумя положениями – высокоскоростная и низкоскоростная передачи. Слева под рулем находится ручка управления челночной передачи с положениями вперед и назад. Каждая передача работает отдельно. В результате можно получить 12, 24 или 32 передние и 12, 24 или 32 задние передачи. Всегда выбирайте правильную скорость трактора. Это не только обеспечит наилучшую производительность и экономичность, но и сможет продлить срок службы трактора. В любом случае следует исходить из фактической, рабочей ситуации. Сначала выберите главную передачу – первую, вторую, третью или четвертую. Чем выше передача, тем выше скорость. Далее включите передачу диапазона скорости. Такие полевые работы, как ротационная обработка почвы или уборка урожая, могут выполняться в медленном диапазоне. Средний диапазон скорости может использоваться для вспашки и других работ на поле. На высоком диапазоне можно выполнять перевозку. Выберите ползучую передачу. Для вспашки требуется низкая скорость и низкая передача. Для остальных видов работ используйте высокую ползучую передачу. И, наконец, выберите челночную передачу. Рукоятка вперед для передней передачи. Назад для задней. При этом перед переключением трактор необходимо полностью остановить. Внимание! При любом переключении передач необходимо Сбавить газ. Дождаться, когда обороты двигателя упадут ниже 1000 оборотов в минуту. Выжать педаль сцепления. И переключиться на требуемую передачу. Во избежание повреждения трансмиссии и других деталей не нажимайте на рычаги резко. На этом все. В следующем видео расскажем о функции блокировки дифференциала.